Сотрудники мэрии и депутат городской думы Александр Бадалов проверили работу общественного транспорта в районе Меланжевого комбината. Жалобы от жителей поступают регулярно. Зачастую уехать отсюда после 8 часов вечера проблематично. Особенно недовольны ивановцы работой 13 и 32 маршрутов. Сотрудники городского комитета отследили интервалы движения автобусов и маршруток в вечерний час пик. Однако претензии есть не только к графикам движения. Кроме этого у нас есть еще другие вопросы. Вопросы, которые казалось бы мелочь, но на самом деле это не так. То есть нужно обязательно, чтобы номера были с подсветкой. Это тоже очень важно, потому что люди, особенно утром и когда темно, и вечером не видно. Мы просим комитет, и комитет этим занимается по нашей просьбе, чтобы объявляли остановки внутри транспортного средства, потому что все равно сейчас зимой все запотело, не всегда видно где что. Еще одна беда Меланжевого комбината – регулярные пробки. Они возникают и утром, и вечером. По словам чиновников из городского комитета по транспорту, с этой бедой справляются как могут. У нас есть комитет по безопасности дорожного движения. Неоднократно выносились предпоследствия по дорожным переездам, которые в недлежащем состоянии находились. И эти вопросы находятся на постоянном контроле в администрации города Иваново. Но факт остается фактом, и поэтому мы стараемся регулировать своими силами, которые у нас есть. Это с помощью перевозчиков, то есть уменьшать интервалы движения, именно сейчас и пик, и решать этот вопрос. Обращения горожан без внимания не останутся. Перевозчикам, которые не соблюдают заявленные графики движения, вручат предписание. Если подобные нарушения выявят снова, с предпринимателями расторгнут договор на оказание услуг по перевозке пассажиров.